Украшать домы, это, конечно же, прекрасно и приятно, но вот... Еще приятнее украшать себя. Да, и вот так вот пройти, чтобы произвести впечатление, оставить шлиф эмоций. Обо всем об этом, как преобразиться, как выбрать себе летний лук, мы поговорим с персональным стилистом. Сегодня с нами на связи Ольга Харитонова, стилист. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем, по крайней мере, с цвета. Что сейчас в моде, вот именно согласно летнему периоду времени? Ну вот, знаете, относительно цвета, что хочу сказать, уже все настолько приелось. И чтобы люди нас заметили, важно использовать принты, да, наши современные принты на лето 2020 года. Вот тогда точно мы останемся замеченными. Итак, что касательно принтов, тогда рассказывайте, для девочек начнем сначала? Да, давайте начнем с девочек, очень быстро скажу, да, что вот классические принты, это полоска, клетка, горох, они остаются, они всегда были, есть и будут, но они немножко трансформируются. Да, то есть если у нас полоска, то она контрастная, четкая, как крупная полоска. Если горох, то крупный горох, контрастный. И самый основной принт лета 2020, конечно, это цветочный принт. Ну тут тоже есть некоторые особенности, сейчас расскажу секрет, самый секретный, да. То есть если это маленькие цветочки, они должны быть не контрастные, маленькие, да. А если такие яркие цветы, вот которые сейчас представлены на картинке, они должны быть более контрастные. То есть маленькие на таком же фоне примерно, крупные на контрастном фоне. Все, вот это самое вот прям основное, и если мы будем носить вот эти принты летом, мы 100% будем замечены везде. Так, а что касается фасонов, юбки, платья, брюки, что здесь будет актуальней? Ну самое основное, конечно, у платьев и у верхних, да, части, это объемные плечи, это большие крупные вырезы. Относительно юбок, тут уже прям разбег очень большой, мини, миди, макси, все сейчас в моде абсолютно. Тут уже подбираем все по фигуре, как костюмчик сидит, как говорится. Ну а вот все-таки для мужчин, что нынче актуально? Да, мне кажется, порой они модники еще похлеще, чем девушки. Ну, да, бывает такое на самом деле. Но мужчинам вот я бы посоветовала уже наконец начинать носить цветные вещи. То есть это цветные не в плане принта, а именно цвета. Они же привыкли темный, темно-синий, серый, черный. Я предлагаю добавлять уже какие-то розовые оттенки, припыленные, не надо бояться. Мужчины носят розовый цвет, голубые, все оттенки желтого, тут тоже уже по внешности подбирать надо. И, может быть, уже снять джинсы и попробовать носить чиносы, как вариант. Кого носить, простите? А чиносы, это такие зауженные брюки. Но они приличные, приличные. Ага, приличные. Ну а как же вот советы психологов, они говорят о том, что мужчинам нужно только вот либо синий, всех разных, все разные палитры, да, вот синего цвета, либо серый. Ну, я не согласна с этим, совершенно не согласна. Я считаю, что мужчины тоже хотят выделяться, они тоже хотят, чтобы их видели. И мужчинам точно так же подходят все светлые оттенки, не только женщинам. И принты мужчинам тоже носить можно. А у мужчин какие принты? Клетка. Самый-самый такой популярный принт для мужчин – это клетка. И для брюк – это полоска. Ну, остальные уже по желанию. Там же для смелых мужчин пошли. Ну, горох надо исключить, конечно, для мужчин. Желательно. Ольга, а что вы точно не советуете никому вот не носить лето? Вот, знаете, нет такого, чтобы я не советовала. Важно, чтобы вещь подходила. Подходила по размеру, по фигуре и по цвету. Все. И не нужно какие-то вещи выделять, чтобы люди сейчас побежали, все это повыкидывали, хотя они великолепно на них смотрятся. Не могу сказать, честно. Не скажу, чего не носить. Уж простите. Спасибо. Спасибо вам еще раз огромное за ваши советы. Ну что ж, будем преображаться. Согласно всем советам, которые услышали сейчас от Ольги Харитоновой. Профессиональный стилис. Да, ну, осталась сейчас только одна задача. Где же найти эту одежду, если вдруг у вас чего-то как-то нет. Потому что магазины пока еще не работают в Челябинской области, которые торгуют одеждой. Ну, я имею в виду вот те, которые в больших торговых комплексах. Но я думаю, что скоро это все произойдет. Прямо сейчас мы расскажем вам о том, откуда пошло выражение «ежкин кот». Японский городовой. А, японский городовой, да. Это очень интересная история. Спасибо. Спасибо.